ну вот сегодня утро 16 апреля 2019 года вот буквально позавчера было тепло стояло вовсе ночи даже плюс 9 было тут как вчера снег пошел вот сегодня что у нас тут творится настоящая зима опять наступила вон сколько снега его почти уже не было и опять все покрылось снегом температура у нас минус 2 получается я конечно дома натопил печку слава богу тепло что интересно в слове божьем говорится о снеге сейчас вот вам это зачитаю вот например у его книга такая есть иов советую всем почитать очень поучительно для всех 37 глава 6 стих ибо снега он говорит будь на земле равно мелкий дождь и большой дождь в его власти то есть господь повелел и все снег выпал на землю почему один когда человек готовится например к исповеди да один из грехов считается если ты роптал на природу он не на природа на погоду вернее то есть нельзя роптать на погоду то что господь дал за это и славь его благодари что господь позаботиться о всей земле а мы только думал как эгоисты а только себе этот очень полезно и для земли и вообще как сказать для тех кто занимается земледелием это этого не понимаем а господь то все это предусматривает за все богословить надо вот есть такой псалом называется сто сорок восьмой вот я вам сейчас прочитаю хвалите господа с небес хвалить его вышних хвалить его все ангелы его хвалить его все воинство его хвалить его солнце и луна хвалить его все звезды света хвалить его небеса небес и воды которые превыше небес да хвалить имя господа ибо он повелел и сотворились поставил их на веки и веки да устав который не придет хвалить и господа от земли великие рыбы и все бездны огонь и град снег и туман бурный ветер исполняющий слово его горы и все холмы дерева плодоносные и все кедры звери и всякий скот присмыкающиеся и птицы крылатые цари земные и все народы князья и все судьи земные юноши и девицы старцы и отроки да хвалит имя господа ибо имя его единого произнесено слава его слава на земле и на небесах он возвысил рог народа своего славу всех святых своих сынов израилев народа близкого к нему аллилуйя даже любой человек может быть близко господу если он будет исполнять его волю святую жить по его святым заповедям например вот тоже у книгой книги и of есть 38 глава до старости там написано входил ли ты в хранилище снега и видим ли ты сокровищницы града он там брат игорь работает раз покажу его смотрите я отстаю вот мои ноги сколько снегу то есть очень много шарик как обычно веселиться думал что я опять его гулять пойдем возьму вернее вот брат игорь глушко у него большие теплицы вот он там очищает их от снега видимо что свет проходил у него там рассада посажена но у него там все электричеством обогревается чтоб тепло было у меня такой возможности нет электричество потом я сейчас покажу как я свою рассаду спасает тоже как-то и хранил в теплице сейчас убрал сейчас пойду покажу мне еще надо кошечек накормить с утра еще не кормил их вот что еще вот снег еще в слое божьем со снегом сравнивается например когда господь послал моисея народу израилева он говорил что покажи знамение чтоб тебе поверили одна из знамение было что он сумел руку пазуху и вынула туда покрылась проказы написано как снег бела как снег была рука его там другие сравнения тоже опять же с белизной снега в новом завете неоднократно сравниваться одежды господа когда он преобразился на горе перед учениками своими потом также какой глубокий снег кошки отошла видимо проваливалась одежды также у пророка даниила видение ему когда было что-то юс и ветхие днями там тоже тоже сравнивается березной одежды как снег какая красота чудные дела господа есть за что славить его то что я прочитал 38 главе у его вода это господь советую прочитать все главу эту он вопрос она господь задает его и всем тем кто с ними там друзья его то что что откуда чем берется то есть нет в том числе снег где его хранилище кто их их открывать эти хранилища чтоб снег упал на землю покрыл лицо земли все опять же господь делает это все для этих для неверующих тоже они же не на 11 вопрос не ответят откуда-то все то что открыто людям это не могут еще то что ученым спать открыл источник всего этого они не откроют никогда почему потому что господь все это дело ответ 1 у верующих все просто все сотворил господь это так и есть истина аминь такую баночку не взял открыл баночку тем кошечка своим кашку ванную сварил вот она молочком у нас сейчас великий пост не поешь тут у надежды осени зеркало есть это понятно женщина в доме у них зеркала до в разных местах бывают я вот сигнать мы сейчас живу него зеркало это закрыто что ручки чтобы не любить не любоваться собой так надо без запек тут кошечки и раз вылетят вот они мои красавцы вот они пошли давай лопать если вам тут делать пойдемте пойдем текст пойдем 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 ближай ближай пускай 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 хвостатое чудо воинство сейчас он да красота какая есть и на тишь куманную они любят у нас тоже пост закончится так я тоже одно из первых блюд сварю именно кашу мама тоже любитель ну ладно ну чё ты но косточка на такую дочку косточка красавица-то наш киска 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 давайте тут отдыхайте краем тут топил так ходить не надо ходить не надо никуда не надо ходить все сиди дома иди потом будете мышек ловить закрыл все сейчас пойду в тот дом в мой большой каменный сейчас там где у меня теплица находится где у меня сажен сейчас находится они будет теплица этом отапливал солярогазом вот так снег пошел стенки торчок карбонат чем разу удержит серый газ так сильно не натопит я решил убрать дом не замерзла в рассадах все-таки помидоры перцы они тепло любят тем более мы там посмотрели арбузики дынь войти как они там тыкву какая слепительная красота белый вид как снег сравнение со снегом идет белизна его вот это все уже кошечки тут следы на оставляли в основном коты ходят они ребята напитанные ищут подруг себе жен это уже кто-то шел сегодня утром следы какие остались такая красота а небо такое красивое все хвалит господа творца все что видим слышим осязаем теплица тоже под снегом разрушилась она будет восстанавливать пока еще руки не дошли до нее такая красота кругом сейчас я открою дом что-то ключ достать не могу открываем замок я убираю обместиваешь а ноги она на улице делаю собаки потому что больше одеть нечего я имею ввиду здесь что я в основном летом приезжаю здесь зимние тут ничего не требуется никогда сейчас мы заходим на кухню где наши сестры готовят летом вот моя рассада здесь шторку еще открою посветлее было посадим нужно тепло и свет и вода конечно это у нас капуста то матушка уже посадила матушка людмила благословит да благословит ее господь что он так заботится о нас это вот он вроде тут то ли тыкву посадила такое без кожуры то есть можно потом даже не щелкать просто ешь и все тыкву на семечке это перцы тут я не знаю что она посадила тоже это помидорки 33 ящика получается и тут вот что то вот они некоторые с точки сейчас немножко побелели а вот вот она видно да вот не знаю край тоже какая-то вот белизна на листочках и не знаю матушка здесь что они что-то приболели а что за болезнь непонятно даже не знаю я там включался аэрогаз может думают это газы какие-то или что вот так вот дай-то бог чтоб конечно все выжило ну вот так вот сейчас вот затоплю печь буду подтапливать что рассаде нужно тепло вот летняя задвижка зимние вот она и закручера все так вот это холодильник открыть чтоб он дышал это вот наша сестры тут спят на зиму я наложил тут посоветовали полыни наложить вот я просто я накидал ну чё сказать вроде бы не видать ничего такого мышинного говешки я не видел но еще вонючего то это вот тоже батки наложено в основу вот это вот именно она очень хорошо пахнет запах такой идет везде на соус шкафы и одним словом одежда потому что мыши любят там поселяться тепло будете так вроде бы слава богу сохранилась все ну вот так мы и живем с божьей помощью господь иногда дает мысли божественные размышления по слову его что всегда лучше приятно радостно господь не оставляет конечно вот места из библии тут бог назначил день в который будет правильно судить вселенную деяние 1731 перед господом перед очами господа пути человека и он измерять все стези его притчи 521 кровь иисуса христа очищает нас от всякого реха 1 иоанна 1 7 и дальше там вот они все местописания вот тут картину нам подарил один известный фотограф волобуев это вот первое начало как зарождался лагерь 100 который сейчас как музей-комплекс оставлю вот даже распятие сделано креста тишки стоят тоже вот женщины слева парни справа мужчины парнишки иконы господа распятие считается одно из правильных распятие то что делают тут различные книги у нас тут есть тот дети любят почитать они читают в основном евангелия тяна 539 исследуйте писание ибо выдумать через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют о мне заучить наизусть и исполнять и ангелия тяна 524 истина истина говорю вам слушай число мою верующих пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь святые отцы василий великий григорий богослов и ян златоуст икона 3 заслонять то нам икона тоже подарили христа также другие места здесь библии есть да с миром я в потеряевке у себя дома давайте а а а А где это? Понятно Ну слава Богу, будем молиться Все, понял, сестра Все, Бог в помощь вам, с Богом Слава Христу С Богом Одна сестра звонила сейчас, Валентина Барышникова Она живет в деревне Наумова И продает там свой дом Спироземлю долго оформляла, 2 года, где там наследство вступало А потом сейчас отоформила и продает дом И в другом месте будет поселяться Говорит, с верующей сестрой Просит молитву, чтобы Господь благословил, чтобы продать Все, поменять место жительства Ее, конечно, советовали ближе к Барнаулу Но она аж Болейск поменит Так, ну все, в принципе На этом Дверьми не хлопать Писала Ефросиня Дробот А тут вот идет видеозапись для интернета Ну вот так вот Казалось бы, снег выпал, где тут какая работа А вот находится работа Кто-то просит помолиться Тоже уже надо будет попросила Других попросить тоже молиться Ну вот так вот Чудные дела Господа Аллилуйя